Дай почитать. В пять лет делиться, отдать не просто то, что у тебя есть, а то, чем больше всего ты дорожишь. А дорожу я во все времена книгами. Может, поэтому я до сих пор собираю те далекие, потерянные книги Перо Андерсона. Вот совсем недавно я нашла переиздание той самой из далекого детства толстой книжки про незнайку. Тогда я с любовью отдала маминым второклашкам ее, но, видимо, не начиталась и не нагляделась, ведь в детском издании очень важна иллюстрация. Книга Палмера Кокса «Приключения мурзилки и маленьких человечков», снабженная прекрасными рисунками самого автора, стала для меня настоящим потрясением. Кокс, канадский художник, иллюстратор, писатель и поэт, живший во второй половине XIX – начале XX веков, прославился своими комиксами о добрых, милых, вредных Брауне, такие сказочные человечки. В России в 1887 году был опубликован текст Анны Хвольсон с рисунками Кокса в журнале для детей. Именно переводчица придумала имя главному персонажу Мурзилка и сочинила истории о приключениях малюток, эльфов, лесных человечков. А уже в 1929 году книга значительно увеличилась в объемах и появилась даже глава в Москве, где эльфы осматривают мавзолей Ленина. В настоящем издании, к сожалению, обошлось без посещения мавзолея. Но здесь есть и знайка, и незнайка, и дедок-бородач, и чикачи, и лим-рыбак, и художник-мазилка, и турок, и, главное, мурзилка с моноклем во фраке, цилиндре и узких штиблетах. Наш мурзилка, франт большой, кто его не знает. Много смеха и проказ всюду, где малютки. А Николай Носов еще в детстве прочитал книгу Анны Хвольсон с рисунками Палмера, впечатлился и через много лет создал свою историю цветочного города и коротышек. А почему я опечалилась? Потому что и у Незнайки, и у Буратино, и у Айболита прототипы из зарубежной литературы. Но, справедливости ради, Носов создал свой оригинальный сюжет. А, кстати, художник Каневский превратил мурзилку в смешное лохматое существо желтого цвета. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!